Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вам клинический случай приема препарата Геотрив. Итак, пациент 73 года при профилактической флюорографии по месту жительства в декабре 2013 года заподозрена онкопатологией левого легкого. Из анамнеза известна стаж курения, 46 лет на момент выявления заболевания. В течение года беспокоили периодически кашель за слизистые мокроты, колющие боли в грудной клетке слева. Из анамнеза также острый инфаркт миокарда в 1994 году, острое нарушение мозгового кровообращения в 2002 году. При обследовании на компьютерной томографии органов грудной клетки от декабря 2013 года выявлена картина центрального рака левого верхнедалевого бронха. Фибробронхоскопия от января 2014 года также подтверждает опухоль верхнедалевого бронха левого легкого. При гистологическом исследовании биоптата лимфоузлов средостений от января 2014 года места стажа железистого рака. Анализ статуса мутации гена ЭДЖИФЕР показал наличие делеца в 19-м экзоне гена ЭДЖИФЕР. Окончательный диагноз. Немелкоклеточный рак верхнедалевого бронха левого легкого третья стадия. С февраля 2014 по сентябрь 2014 года пациент получает 7 курсов платиносодержащей химиотерапии с последующей лучевой терапией на опухоль зонорегионарного метастазирования 164 ГРЕЯ. На контрольной компьютерной томографии от июля 2014 года отмечается уменьшение размера опухолевого образования до 2 см. В последующем на контрольном обследовании в ноябре 2014 года пациенту выявляется метастатическое поражение лимфоузлов правой надключичной области, подтвержденное цитологически и по данным УЗИ. Проводится курс лучевой терапии на надключичную область справа, сот 44 ГРЕЯ. С февраля 2015 года пациент начинает прием препарата Геатриф в дозе 40 мг раз в сутки. На седьмые сутки приема препарата у пациента отмечаются ежедневные носовые кровотечения, эпизоды снижения артериального давления до 90 на 60 мм рт. столба, а также появляется гнонечковое высыпание на лице, шее, кожи, волосистой части головы. На 14-е сутки приема высыпания приобретают сливной характер. Геатриф – препарат временно отменяется, назначается антибиотикотерапия. Здесь приведена схема снижения изменения дозы препарата Геатриф в зависимости от степени тяжести нежелательных явлений. Через 10 дней после отмены приема препарата, исчезновения вышеуказанной симптоматики, прием препарата возобновляется уже в дозе 30 мг в сутки. На фоне данной дозировки отмечается стабилизация артериального давления, высыпание на лице носит единичный характер, периодически наблюдается контактная кровоточивость слизистой носа и паранихии. Из контрольных обследований во время приема препарата март 2013 года по данным компьютерной томографии отмечается послучевой фиброз верхней доли левого легкого. В мае 2015 УЗИ лимфоузлов шеи и надключичных лимфоузлов патологии не выявляет. И от июля 2015 фибробронхоскопия данных за онкопатологией со стороны трахиабрахиальной системы не выявлено. Последняя компьютерная томография от 19 декабря 2015 года. Также клиника, картина послучевого фиброза верхней доли левого легкого. И на данный момент пациент 9 месяцев приема препарата геотрив без признаков прогрессирования. Вот такой вот у нас пациент. Спасибо большое за внимание. Какие вопросы появились? Да, пожалуйста. Мария Михайловна, спасибо большое за представленные клинические случаи. Скажите, пожалуйста, а клинические проявления у больного были какие-то симптомы, кроме увеличенных лимфатических условий? Отдышка небольшая, характер отдышки, слабость, отдышка при небольшой физической нагрузке. Дедушка почтенный. В принципе, сейчас он достаточно лучше себя намного, если говорить о всех вот этих симптомах, что мы сейчас говорили, отдышку и тому прочее. Говоря о качестве жизни, скажите, пожалуйста, Вам не показалось на определенный момент, что своим лечением качество жизни его, ввиду токсичности высокой, испортили? Вот первое, я понимаю, на начале приема препарата, конечно, к сожалению, не получилось. Нет у нас фотографий, то, как выглядел данный пациент как раз в первые две недели приема препарата, когда это была сплошная корка на лице, то есть и на коже волосистой, и к части головы и шеи пациент. Естественно, это очень снижало качество его жизни. После отмены быстро восстановилось все. Сейчас он хорошо справляется мазями, такой, как эритромицин, гидрокортизоновой, со своими периодически встречаются паранихи, и слизистая кровоточивость носа – это обычно по утрам не каждый день. И вот эти периодические высыпания сейчас для него, как мы с ним разговариваем, не несут ухудшения качества его жизни в данном случае. То есть в целом себя больной стал от начала, от пызлайна себя чувствует стало лучше. Да, вот объективно… Этот эпизод, конечно, связан только с токсичностью, которая, в общем-то, определена уже. Объективно, да. Объективно назначение препарата. Практически 100% пациентов имеют тот или иной вид токсичности. Ну, у нас опыт маленький, поэтому… А теперь у меня вопрос, вот, может быть, ко всем химиотерапевтам. Может быть, еще уменьшить дозу до 20 мг? Мы говорим о качестве жизни, мы говорим, что не так уж и важно высокие дозы соблюдать. Может быть, действительно, если мы говорим о качестве жизни, есть сейчас стабилизация, почему же сейчас не пойти еще на уменьшение дозы? Есть вообще опыт? До 20 мг? До 20 мг. Да, да, есть до 20 мг, а вот если все, что ниже, уже нецелесообразно редуцировать дозу. И вот… Если мы во главу угла сегодня ставим качество жизни, это, так скажем, уже третья B стадия, с метастазом на ключевую лимфоузел, неоперабельный, условно неоперабельный. А почему его сразу не прооперировали? Изначально была выполнена торакотомия, лимфоузлы средостения, и он признан был хирургами неоперабельным. И направлен был на дальнейшее лечение. Но он сейчас, как я понимаю, чувствует себя достаточно хорошо, и проявление токсичности сейчас… Вот эти минимальные, о которых я говорила, да. Дедушка чувствует себя хорошо, пишет стихи, постоянно нам их озвучивает.